Кто больше? Лицо его уродует до неузнаваемости и топит в красненькой речке. И тут опять прокол. Надо было еще и пальцы обрубить. Добрый вечер. В пятницу в 6.30 пополудни для вас трудится служба новостей телеканала ТВ5. Меня зовут Андрей Мамыкин. Тем временем мои коллеги продолжают следить за развитием событий как в Латвии, так и за рубежом. В 19.30 аккурат через час в эфир выходит вечер новостей. Но прямо сейчас с анонсом самого главного к этой минуте. Мой коллега Дмитрий Сиростанов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Мы сегодня расскажем о том, что президент Валдес Затлерс и коалиционные партии не смогли прийти к компромиссу. Переговоры продолжатся в понедельник. Между тем, административный районный суд отказал в разрешении на проведение еще одного пикета, еще одной демонстрации, которая была запланирована на завтра, на 17 января. Таким образом, мероприятие оказалось вне закона. Между тем, полиция продолжает следственные действия по факту беспорядков в ЭЦРИГе. Правоохранительные органы выступили с неожиданным предложением к участникам погромов. Хулиганов призывают не дожидаться, пока их личности будут идентифицированы полицией, а добровольно явиться в полицейские участки с повинной. Это будет рассматриваться как смягчающее вину обстоятельства. Так как в погромах участвовали в основном молодые люди, их родители, узнавших своих отпрысков на фото и видеоматериалах, также призывают обращаться к стражам порядка. Фото некоторых находящихся в розыске участников погромов полиция обещает разместить на специально созданном сайте в интернете. Ну а в полицейском участке на бульваре Аспазиас-7 сегодня прошла акция. Любой желающий мог прийти и выразить благодарность полицейским и медикам за работу 13 января. Сотрудники правоохранительных органов и медики принимали благодарности в виде открыток с теплыми словами. Устроители сегодняшней акции напомнили, в ходе погромов 13 января в латвийской столице пострадали многие сотрудники полиции и медики. Люди, которые обязанности перед обществом и государством ставят выше своих личных интересов. Люди, которые каждый день заботятся о нашей безопасности и приходят на помощь в любое время. Активисты призвали население поблагодарить сотрудников оперативных служб за то, что они обеспечивают безопасность, подвергая при этом опасности себя. Ну а в Национальном театре сегодня состоялось прощание с великим актером Карлисом Себрисом. В последний путь его провожали сотни почитателей, в их числе и глава государства с супругой. Актер скончался 12 января за месяц до своего 95-летия. Большую часть своей творческой жизни, 65 лет, отданы единственной сцене Латвийского национального театра. Имя Карлиса Себриса связано с целой эпохой в истории латвийского театра. Он был человеком широкой творческой души. Многие ходили в кино и театр на Себриса, черпая из общения с ним оптимизм, бодрость, силу, духа. Карлис Себрис – кавалер ордена трех звезд, лауреат награды Союза театральных деятелей Латвии за вклад в жизни в театральное искусство. Подробнее об этих и других событиях уже через час в 19.30 в программе «Вечер новостей». Спасибо Дмитрию Серостанову. Это программа «Вечер новостей» в 19.30. Теплые, а может быть и не очень теплые слова предлагаю я сказать вам, или по крайней мере послушать в ближайший час в программе «Без цензуры». Мы говорим о 13 января 2009-го опять и опять, вернее о том, что последует в ближайшие месяцы, недели, а может быть дни и часы после этой роковой, как выяснилось, даты в истории современной Латвии. Я с удовольствием представляю гостей в студии. Это Арнольд Розенталс. Он был задержан милицией 13 января 1990 года и может себя сравнить с теми, кого сейчас разыскивает полиция. Добрый вечер. Здравствуйте. Алдис Гомзенс – представитель политической организации «Общество за другую политику». Присяжный адвокат. Здравствуйте. Добрый вечер. Руководитель «Общество за открытость Дэвна» Лоли Тачигана. Добрый вечер. И Норманд Гростенч, который только что вернулся из суда, руководитель партии «Действия», бывшей евроскептики. Добрый вечер. Добрый вечер. 673-574-31 – это телефон прямого эфира «Мамикинс» от ТВ5-ЛВ адрес для ваших электронных посланий. Возможно, будет и онлайн-голосование, но если будет, об этом я скажу буквально чуть позже. Господин Гростенч, давайте с вас начнем завтра. Если верить официальным бумагам, ничего произойти не должно, потому что не разрешили. Как я сказал на своем заключительном слове в суде, такие запреты на мирные протесты, на мирные шествия, собрания и проявления, скажем, общественного мнения могут привести как раз к обратному действию. То есть люди, которые, возможно, так и не узнают о таком запрете, придут в Старую Ригу. Или просто люди, которые даже, ну скажем, хотели бы выразить законным путем свое мнение о качестве управления государством, скажем, работе правительства и так далее. Что эти люди, они, часть из них может вдруг просто взять и делать какие-то другие действия, которые, если им дать высказаться в мирных шествиях, в мирных демонстрациях, скажем, собраниях, остались бы в рамках закона. Господин Гростенч, попытайтесь понять логику власти. Власть разрешила делать митинг на Домской площади 13-го числа. Митинг прошел хорошо. Были кое-какие последствия после митинга. Поэтому митинги они вообще не хотят разрешать, чтобы не было и, соответственно, последствий. Мы высказали такое предположение сегодня в ходе судебного разбирательства. И юрист Рижской думы старался это отклонить, манипулировал цифрам, что в прошлом году там было до 200, скажем, примерно разрешенных акций и так далее. Но я считаю, что в данной ситуации действительно логика власти, я полностью с вами согласен, логика власти такая, что чем тот, который, скажем, ничего не делает, как бы ничего и не случается. А можете ли вы дать гарантию, что никто не придет завтра к Сейму и никто не придет к президентскому замку? Как в Рижской думе, так и на суде сегодня я говорил, что часть людей, возможно, так и не узнает о запрете этой акции. Часть людей могут прийти туда под каким-то другим причином. Так что такого рода гарантии, наверное, должны брать на себя те, которые запрещают законные и соответствующие нашей Конституции собрания. Потому что, в конце концов, у нас есть 103-я статья Латвийской Конституции, которая предусматривает, что государство защищает мирные шествия, собрания, пикеты и так далее. И мы сегодня обращались после, на наш взгляд, противоправного решения Рижской думы. Мы сегодня обратились за государственной защитой в административный суд. И 5 февраля получим письменный приговор. Слушайте, вам просто признайтесь, да, вам просто завидно, что теперь все политические лавры и дивиденды достались Штокенбергсу, Пабриксу, Гобзамсу, Обществу с другую политику. И вам тоже захотелось немножко подзаработать в преддверии за полгода до муниципальных выборов. Мы предлагали заявление с ним в одно число, 29 декабря. То есть никакой тут взаимной такой конкуренции не видно. То есть наша конструкция и мероприятие была совершенно иной. То есть мы предлагали проводить мероприятие 12 часов дня, светлое время суток. В таком формате, в котором риск употребления алкогольных напитков участниками нашего собрания и демонстрации был бы близок к нулю. А в каком это что? Кармары будете просить выворачиваться? Ну простите, ну скажем, ну посмотрите, если мероприятие проходит на Домской площади в формате рок-концерт практически или близком к нему, да, это одно. Ну прекратите пабрикс, какой рок-концерт. Ну он да, он бывший министр правительства народной партии, как и Штокенбергс. Но формат-то они выбрали такой, в темное время суток. И с участником, которым очень просто в ближайшем окружении доступны алкогольные напитки. Так что я думаю, что ну определенный риск был. Подождите, а вот алкоголь виноват в том, что разгромили семь? Вот действительно алкоголь, а все остальное в порядке? У нас нет никаких других проблем, только вот народ попивает, зараза. Я думаю, что вы же понимаете, что я пошел тоже с демонстрацией не с алкоголем-то бороться, хотя это тоже древние традиции латвийских революций. То есть в пятом году разгромили спиртовые лавки, спиртовую монополию, и говорили, что таким образом идет борьба революционеров с опьянением народа, спаиванием народа. Так что это не новость для Латвии, история повторяется во многом, как и 13 число. Я просто сказал бы, что наше мероприятие, как мы подчеркивали, было спланировано с меньшими рисками. Так что, значит, можно было давать разрешение, можно было делать. Очевидцев 1905 года мы не нашли, по крайней мере пока, но очевидцы события 1990 года есть. О них буквально через минуту, а пока Анатолий из Риги, наш телезритель. Анатолий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу вас. Вы меня слышите, да? Да, слышим хорошо. Я не могу никак своей жене и дочке объяснить. Я как бы не гражданин Латвии, да, а у меня жена гражданка Латвии и дочка гражданка Латвии. И хотел бы, чтобы, ну, меньше, чтобы так было, чтобы меньше. Ну, надо же как-то получше так это решать, если не проблема. Анатолий, хорошо, ну как получше. Есть вроде выборы, раз в 4 года. Вы, допустим, этого права лишены, но оставшиеся жители Латвии ходят на выборы, по крайней мере имеют такое право, те, кто граждане. Были выборы, они происходят раз в 4 года. Были некоторые мирные акции. Врачи спели и песню, и то не одну, у парламента, премьер даже послушал. Но вроде как те, кто протестуют, они говорят, этого недостаточно, власть их не слышит. Что делать еще? Ну, те, кто для храбрости выпил и самые смелые с яйцами и камнями пошли к Сейму. Как еще власти сказать, на ваш взгляд, чтобы она вот услышала лично вас, например? Лично меня надо попросить. Ребята, остановите, дайте центру согласия на прямой эфир, пусть они дадут им все остальные. У меня нету... Понятно, Анатолий, спасибо. Одна политическая партия, упомянутая о вами, на ваш взгляд, может решить ваше мнение, ваше право. 6, 7, 3, 5, 7, 4, 3, 1, всем остальным. Господин Розентолс, вы хорошо помните события теперь уже 19-летней давности? Да, я очень хорошо помню. Вы были молодой, вы были студентом. У вас тоже были, наверное, какие-то идеалы. Конечно. Чего вы-то пошли тогда практически к тому же самому зданию? Это было 1990-го, 15-го мая. 15-го мая, да. И мы пошли защищать наше правительство. В это время было... То есть спустя 11 дней после принятия декларации о независимости? Да, да. В это время было собрано очень много советских офицеров, действующей армии, и те, которые демобилизовались, да, а также курсанты военных училищ. И была информация, да, что они пойдут в Верховный Совет, и что нам нужно защитить премьера Годманеса, защитить наше правительство. И мы все дружно, без народа пошел защищать правительство. Что интересно было, да, что, в принципе, милиция стояла сзади, за нами. Народ защищал свое правительство. Ну, дата 15-го мая тоже не случайно, наверное, была выбрана теми, кто пошел. Да, может быть, это самое, вам ассоцитируется с Улманесом. Диктатура Улманеса, переворот начинал. Карл Сулманеса, может быть, да. Ну, и, словом говоря, мы их задержали тогда. И тогда на всю толпу был один задержанный. Ну, там тоже происходили драки. Да, и это задержанный был я. Я помню, газеты того времени писали, что это был террорист-боевик Народного фронта. Да, меня назвали террористом-боевиком Народного фронта, хотя я в Народном фронте не состоял. Я состоял в ТЭБЗе Монбериеве. Ну, ЛНК, Латвис Национальный Народный фронт. Ну, кто их там поймет-то, этих, которые террористы? Все одинаковые были. Хорошо, можете, давайте вот вашу историю вернемся к ней, потому что параллели уже проводятся очевидно. Можете ли вы понять тех молодых разгоряченных парней, которые пришли не защищать Годманеса, как вы 19 лет назад, а, в общем-то, высказаться против Годманеса и пришли с яйцами, помидорами и камнями за пазухой? Понять можете? Ну, я в этом хотел еще маленькое, вроде как отступление, да, что у меня очень было показательно, да, что не было людей. И пришли люди, которые хотели защитить Годманеса опять, защитить опять наше правительство. Правительство защищала только полиция. Но я лично не заметил, да, что там было, как раньше, да, когда мы становились рядом, плечу-плечу, да, чтобы защитить Верховный Совет. Я не видел ни одного, в принципе, гражданского человека, да, который бы защищал. Можете было, я не видел просто, да. И я думаю, да, что правительству нужно сделать на это особое внимание. Ну, вот они сделали, запретили митинги вообще все ближайшие. Ну, они, наверное, забыли, да, что насильно мил не будешь, да, и на штиках не продержишься. Ну, а что бы вы сделали на месте вот Годманеса, которого вы защищали 19 лет назад, сейчас? Ну, я бы... Вот у вас страна горит под ногами, надо что-то делать. Я бы лично, да, насчет этого завтрашнего мероприятия... Ну, например, завтрашнего, да. Ну, я бы обязательно разрешил. Разрешили бы? Да, конечно, разрешили бы. Потому что любое насилие, да, ну, как сказать, противодействие вызывает. А если придет хотя бы 20 тысяч человек, а армия у нас 5 тысяч, не считая ЗМС-Саргов, и полиция 5 тысяч, уже неравные силы. Ну, так вспомните, да. Остальные уволены? Ну, вспомните, да, мы уже... Дезмотру революцию. Песенную. Песенную революцию, да. Тогда был народ по 100 тысяч ходил, да, и тогда у нас не было демократии, и никто не громил виноводочные магазины. Так попели же уже, врачи попели у Сейма пару месяцев назад, помните? Годмани, Нацара, Нацара, Нацара. Не вышел, а если вышел, так не услышал. Просто тогда правительство выходило к народу, да, и несмотря на то, что тогда, да, между прочим, тогда в 1990 году, 15 мая, Верховный Совет защищал черные береты, между прочим. Вот, и... Ну, правильно это был орган власти Латвийской ССР? Да, орган власти тоже был, да. Ну, в общем, изначально. Давайте Тамару послушаем из Риги. Тамара, прошу вас. Слышите нас? Да, слышу. Прошу вас в эфире уже, Тамара. Да. Ну, алло, алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Тамара. В принципе, я, конечно, тоже не гражданка, но я хочу сказать, почему все время на молодежь спихивают то, что они выпившие бастовали, почему, что наркоманы бастовали, да. Мне очень не нравится, что сворачивает все на молодежь. Молодежь выросла в наше поколение, скажем, в свободной Латвии. И я не понимаю, почему защищать надо нашу власть, которая неправильно поступает с народом, которая довела до нищеты, до бомжей, до безработицы. Я и живу в Елгаре, и у нас это не государство, ну, как сказать, не Рига, да. И у нас просто невозможно уже жить нормально. У нас безработицы и бомжи просто, я не знаю, присутствуют на каждом шагу. Ну, а как они живут? Как живут те люди, которые вот по улицам... А вот никак не живут, никак не живут. Если в советское время хотя бы не было бомжей и жили более-менее нормально, то сегодня мы просто видим на каждом шагу бомжей и безработных людей. Спасибо, Тамара, вам за вашу точку зрения. Могу сказать, что появилось интерактивное голосование, впрочем, чуть раньше. Некоторые его уже заметили и активно звонят. Будет ли продолжение уличных беспорядков? Сформулировали мы так вопрос часа. Да, и уже завтра первый вариант нет, потому что полиция, кажется, сильнее второй. И нет, потому что политики все поняли. Ну, отсылаем вам к последним славам правления Народной партии, что пора распускать сейм и кое-каким заявлениям министров и опять президента. Об этом чуть-чуть попозже. Господин Розенталс, верили ли вы, думали ли вы 19 лет назад, что спустя 19 лет вырастет вот такая молодежь, какая выросла? Я не говорю плохая, хорошая, но вот что выросло, то выросло. Что политики будут именно такие? И что ваш, как вам тогда казалось, молодой начинающий политический кумир Годманис через 19 лет будет вот сегодняшним Годманисом? Вы могли это тогда представить? Ну, конечно, сначала было очень розовые очки у всех, да. Но сейчас, ну, как можно сравнить, вроде бы, уже выросло полностью новое поколение. Выросло полностью новое поколение, да. Ну, да, что такое очередь за колбасой, они уже не знают. Да, они не знают, что это очередь за колбасой занимать утром, да, и что в одни руки дают одну палку, да, они забыли, да, как стоять в очереди два года за москвичом, чтобы получить. Два года-то быстро. Ну, да, конечно. По блату, наверное, стояли. Ну, да, почти. Вот, они это, конечно, забыли, да, но не все же выражается в колбасе и в машинах, скажем так, да. А чего сейчас не хватает политики и политикам? Политике не хватает то, посмотрите, да, что, в принципе, если обратить так внимание, да, получается, знаете, помните фильм «Эмулятор» был? Ну, смутно, но что-то слышу. Ну, что, и он может быть сегодня, он может быть врачом, он суперчеловек, да. Сегодня он может быть врачом, завтра он может быть военным летчиком, да. Вот, можно обратить внимание на наших политиков. У нас целый народ эмулятора. Сегодня он может быть полицейским, а завтра может и не быть. Примерно так сказал министр внутренних дел Сеглендж. Если начиная с завтрашнего дня будет хоть один беспорядок, и полиция не сможет ему противостоять. Наша цитата, снятая только что. После вторника я могу только сказать, что надеюсь, что полиция готова. Если еще раз окажется не готова, это будет последний день работы начальников полиции. Вот так вот коротко и практически по-армейски лаконично, сказала глава Министерства внутренних дел. Собственно, поговорим и вообще о заявлениях власти за последнее время, последние дни, очень противоречивых. Однако, вначале, господин Гобзамс, вопрос вам. Вы чувствуете вину, вот как соучредитель и, так сказать, идейный вдохновитель партии и общества с другую политику, за то, что произошло 13 января этого года. Ну, вы же их туда нагнали и собрали, и что-то там пообещали в микрофон. Во-первых, я хочу сказать, что сабы и древцитой полотекай считают, что надо сказать огромное спасибо всем работникам полиции, которые работали тот вечер в Риге. Во-вторых, господин Штокенберг сказал, что он отвечает морально, отвечает за все, что происходило в Домской площади и за разбитые стекла и библиотеки. Он за это отвечает, потому что он должен был раньше уходить из народной партии. Хорошо, морально он отвечает, а кто отвечает материально? Страховщики сказали, что они платить не будут, это форс-мажор, не страховой случай. Миллионер Штокенберг и неплохо зарабатывавший в свое время адвокат Гобзон со своих денег починит стекла в сейме, магазин, паркс, банк. Поэтому я еще раз прочитал закон о пикетах. И ответственность тем людям, которые организовали, ответственность господина Штокенбергса и господина Пабрикса есть только за то время, когда происходило это мероприятие Домской площади. После заключения этого мероприятия ответственность должна быть на правительство. Это сказано... Ну как бы не год бы не сжасагнал. Вот смотрите, кстати, версия Дмитрия. Это сказано... Беспорядки были организованы. Полиция специально сгоняла народ к сейму. Камни из мостовой местами уже были вынуты, сложены в кучки. Некоторым специально раздавали инструмент для выковыривания камней. Хватит раздувать трагедию, займитесь расследованием. Верите в теорию вот третьей силы некой такой провокаторской? Верите, не верьте? Я верю. Верите, да? Могла быть третья сила. Да. Но я хочу отвечать вам, что господин Штокенбергс, господин Пабрикс не может отвечать за то, что происходит где-то в городе. А не может отвечать только про это место, где происходило это мероприятие. Это мероприятие происходило в Домской площади. И если мы говорим чисто юридически, да, если мы говорим про провокации, тогда надо задать вопрос, кому это было выгодно. Было это ли выгодно господину Штокенбергсу и господину Пабриксу? Хорошо. Верите ли вы версию, что это было выгодно министру, например, внутренних дел Марку Сегленчу и вообще народной партии? Ну вот выгодно это было. Пусть они там обгадятся, потом мы придем и героически разгоним толпу, которую абсолютно разгромил наш парламент. Я могу сказать только то, что считает Саббедрибцит Айпалтыка. Саббедрибцит Айпалтыка считает, что это было выгодно правительству. Потому что после такого интеллигентного собрания, которое было в Домской площади, никто больше не говорил про то, что происходило в Домской площади. Но все говорили только про то, что происходило в СЕИН. То есть 106 задержанных вычеркнули практически те 12 тысяч человек, как минимум, которые были в Домской площади. Конечно. Сергей из Риги, короткая реплика от нашего телезрителя. Сергей, слышите нас? Да, да, да. Прошу вас, реплика или вопрос? Да, вопрос такой. А вот время баррикады вспомнить. Это были беспорядки, спланированные или как это назвать? Там люди почти все были пьяные на этих баррикадах. Это как назвать, вот вы говорите? А, хорошо вопрос. Да, господин Розенталс? Ну, это уже чересчур, да, что все люди были пьяные. Выпивали? Было, да. Выпивали? Было, было, что грелись некоторые, да. Но чтобы заметно пьяные были, да. Но это уже, это уже чересчур. Неизвестно, повторятся ли баррикады в январе 2009 года. Однако, по прогнозам некоторых полицейских чинов, если возникнет несанкционированный митинг, его последствия могут быть более чем ощутимыми и даже трагичными. Так, во всяком случае, считает начальник уголовной полиции Рижского региона Инт Кюзис. Имеется определенные основания предполагать, что может что-то повториться. Тоже это обдумывать родителям, которые дети ходят, обдумывать и решить вопрос, потому что это уголовно наказуемое деяние. Это не политическая борьба, это уголовно наказуемое преступление. В Крымной полиции имеется очень много фото, видеоматериалов, где видны фактические действия конкретных лиц. И рано или поздно мы к каждому придем и к каждому спросим, почему он там был и почему это он совершил. И, сказать из этого, еще раз я очень прошу, чтобы каждый оценил свои действия и пришел сам. И мы уже будем конкретно разобраться по этому вопросу. Как Вы считаете, нужно ли запретить вообще проведение массовых мероприятий в стране? Нет, Латвия, конечно, демократическое государство, и каждый имеется право высказать свои мнения, свою позицию. Конечно, другой вопрос, что относится к ситуациям, где надо, наверное, побольше делать оценку конкретной ситуации, конкретного мероприятия. И самое основное, это, конечно, общественная безопасность, жизнь, здоровье людей. И могу сказать, что, слава Богу, 13 часов прошло без жертв. Есть, конечно, пострадавшие как со стороны жителей, так и со стороны полицейских, но они не такие, как могло быть. И, соответственно, это, наверное, как урок, и мы все должны, наверное, с этого вылечь какие-то итоги, да, и уже думать, как делать дальше, как со стороны политиков, так и со стороны полиции, так и со стороны жителей. Небольшая рекламная пауза, и через несколько минут вернемся в студию ТВ-5. Не переключайтесь. Смотрите сегодня в программе «Вечер новостей». Сегодня в президентском замке президент Латвии Валди Затлас и группа экспертов думали о том, как изменить закон о выборах, чтобы избежать проблемы локомотивов и запретить депутатам гулять по разным партиям. Все подробности у Скирмана Табачета. В программе «Вечер новостей» сегодня в 19.30. В курсе событий вместе с ТВ-5. Субтитры подогнал «Вечер новостей»! КАУНТ ЭЛЕКТРИКАЛ ВЕЙКТРОНИКА Внимание! Распродажа в магазине бытовой техники ИТЭК ЭЛЕКТРОНИКА продолжается! Холодильник «Зануси» за 175 латтов. Спиральная машина «Ардо» за 165 латтов. Газовая плита «Электролюкс» за 199 латтов. ЛЦД-телевизор «Фунай» за 269 латтов. Выбирай лучший товар и покупай дешевле в ИТЭК ЭЛЕКТРОНИКА. ИТЭК ЭЛЕКТРОНИКА. Только для здравомыслящих людей. «Маскова» с 265. Распродажа моделей 2008 года в «Эрде Электроникс». Плазменный телевизор «Элджи» 106 сантиметров, 399 латтов. Пишите! Акция в силе. Пока товар есть в магазине. Распродажа в «Эрде Электроникс». Большая распродажа года началась. С 5 января по 15 февраля во всех магазинах «Максима» скидки до 75%. Невозможно не купить! «Максима» все продумано. Каждый желает иметь великолепную стрижку. Но сохранение ее до следующего посещения парикмахера затруднительно. Кто не боится ошибиться. К тому же дети не любят шумные приборы. Теперь доступен «Джаст Атрим». Компактный прибор для стрижки. Совершенно новый дизайн. Без проводов. С лезвием сбоку. Обровнять кончики волос сейчас так же просто, как расчесать их. Получая каждый раз результат профессионального внешнего вида. Смотрите, обычно триммеры для волос неудобны и трудноиспользуемы. Но «Джаст Атрим» удобный, легкий и простой в использовании. Поэтому вы не можете ошибиться. Просто поставьте нужный наконечник и постригите волосы. Немного или больше. Или совсем коротко. Расчесывая волосы с «Джаст Атрим», вы приобретете аккуратную стрижку. Каждый раз. К тому же в комплекте удобные лезвия, необходимые для стрижки бакенов, бороды и даже для стрижки волосиков на затылке. Идеально, как в парикмахерской. Достаточно мощный даже для самых густых волос и безопасен для прикосновений. Гарантируем. Нет времени на посещение парикмахера с помощью.